Hello, ребятки! Сегодня будет не столько обзор обновления, сколько, наверное, немножко поделюсь с вами подслушанными кое-где слухами. Да, ушла пора у нас бомжи-гайдов, где я вам рассказывал, как без денюшек можно было что-то там поднять, и можно было что-то поднимать, потому что для недонатеров было по 4-5 ивентов, там усиление экипировки, очищение, улучшение спрайтов, пробуждение их. В этом нам добавили, не знаю, был-не был тайник Боба, я за этим не особо слежу. Добавили у нас таинственный сундучок, это мы уже знаем, проходили только когда-то он был, когда первый раз появился, нам эти монетки давали, а сейчас их можно только купить за донатик. Вот так вот, ребятишки мои. Вкладываешь денежку, открываешь сундучочки. В легких событиях награда за вход прям совсем, так сказать, обоссана. Лотерея, жетончики лотерея, счастливая лотерейка, но сколько мы сможем поиграть-то? Так уж особо много не поиграем, и открывая не все, там прям херня падает. Значит, 4, 8, 10, 12, 15. То есть, ну, не так сильно много поиграем. И испытание логово нам добавили, где за прохождение всевозможных логов, даже зачистка, будем получать. Ну, кузнечный камень, да, вот это хорошо, вот это нужная вещь. Сундук миньона разряда, ну, так себе, сейчас ноги уже собирают миньончиков поинтереснее. Сундук нефрита защиты стихий, хорошо. Очень полезный нефрит, участвует во всех комбо. Фрагмент сильной аргенты, ну, фиолетовый спрайт, я не знаю, кто сейчас еще сидит на фиолетовом спрайте, а, наверное, даже на 21 сервере уже все сидят на красненьких. Ну, и дальше у нас уже идет чисто все про донатеров. Что по слухам хотелось с вами поделиться. Прошел слушок, что проект, возможно, будут скоро закрывать, и, как бы, Core Am Game вообще нахер не надо давать локализировать китайские игры, потому что делают они все это через жопу, и как-то ничего у них не получается. То есть, так себе, ребятки. Ну, а если у тебя есть какие-то интересные мысли, то обязательно пиши мне в инстаграмчик или в комментариях. Кстати, по ПВ, ПВ мобайла, кстати, жду. Возможно, будет достойная игрулька, но это не точно. Но я надеюсь на это. По инфе отложили до 30 июня, потому что там не смогли договориться с Айосом. Ну, короче, Айосники, Яблышники, как всегда, косячат. То у них драгонесс вылетает, то, блин, не могут нормально обработать игру, чтобы на платформе выпустить. Ну, и игра типа солидарно с ними. Я имею в виду разработчики, чтобы потом они не ныли, что Андрюшки их там обогнали, и они будут посасывать песца. Поэтому релиз пока на 30 июня на 9 утра. Ссылочку на игру я кину в описании. И на группу ВК тоже кину в описании, чтобы тоже вы были там в курсе, потому что, ну, хрен знает. А я тут собирался в паладин из пекаться, ну, тем более, вроде, следующий архиеретик должен быть введен класс. Но пока ничего неизвестно. В общем, вот такой вот у нас обзорчик. Коротенький, много времени я у тебя постарался сегодня не занять, как обычно. Как говорится, коротко, по существу. Какие-то вопросы, ссылочка на инсту. В описании на ПВшку. В описании. Все будет в описании. Все, давай, люблю, целую, скучаю. До встречи. Обязательно с тобой увидимся на следующем видосике. Давай, приходи, лайкосик приноси. Ну, а с меня видосик, как договаривались. Давай, обнял, приподнял. Субтитры сделал DimaTorzok